Приветствую вас, Виктор, и мне кажется, что у вас здесь такая вот классическая для современных людей проблема, что отношение с человеком, ну, с партнером важнее, чем честность. Вот вы спрашиваете, правда ли, что девушке нужно признаваться первой в чувствах или можно, ведь ей так легче, нелегко относить в себе чувства. Правда для кого? Для девушки какой девушки? Почему вы думаете, что правда для каждой девушки одинаковая? Все люди разные, и девушка в том числе, и правда для всех, тоже разные. Какая-то девушка считает, например, что мужчина должен быть инициатором отношений. И что мужчина должен первый проявить интерес, первым признаться в любви, первым сделать предложение. Но за это есть плата. У этого есть последствия. И для того, чтобы так было, нужно соответствующее поведение, соответствующие ценности. Заметьте, я сказал не характер, а ценности, и тогда все будет в порядке. Но есть и другие ценности. Есть и другие модели поведения. Есть, в конце концов, предпочтения. Есть те, кто хочет другого. И в этом случае такие рамки, такие модели, я бы сказал не совсем приемлемы. Ну, потому что, они не отражают сути. Вот, они не отражают сути, ну, того, что хочет человек. А человек, он, условно говоря, может хотеть более активных историй в отношениях. Более, там, я не знаю, динамичных историй в отношениях. То есть, все зависит от того, что хочет человек, никакой правды здесь нет. То есть, вы, по факту, уже себя обесценили, вот этот вопрос. Потому что, предположили, что есть некая, некая, некая универсалия, которая в том числе пройдет вам. Ну, такой универсалий не существует. А вот, обесценивание, которое есть у вас, оно реально. И я не знаю, замечаете вы его или нет, но оно, оно есть, оно есть, оно есть. И оно серьезно. Следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Это момент, связанный с тем, что, как вы говорите, что чувства, ну, нелегко держать в себе. Я бы здесь, наверное, я бы здесь спросил бы у вас, а почему чувства, по вашему мнению, нелегко в себе держать? То есть, вот, что такого нелегкого в том, чтобы держать в себе чувства? В чем тяжесть этих самых чувств? Для, ну, в данном случае, вот, например, для вас, ну, в данном случае, да, для вас, в данном случае. Хотелось бы это как-то понять. Потому что, мне почему-то кажется, здесь вот, что речь идет немножечко о том, что признание, ну, вот ваше признание, то, что вы, там, признаетесь в своих чувствах, как-то вас унизит, как-то вас сделает, ну, не знаю, сделает вас более, 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 обесцененный, менее ценный сделает вас. Ну, вот такое у меня ощущение. Хотя, совершенно, ну, наверное, совершенно очевидно, что это не так. Но для вас я боюсь, это правда. Я боюсь. И если это так для вас, то, ну, с этим, наверное, нужно разбираться. Наверное, это нужно исследовать. Потому что любовь – это прекрасное, изумительное и волшебное чувство, если это действительно любовь. А люди склонны ошибаться и думать, что это… любовь, а на самом деле, это совсем другое. Вот. И вот вы говорите, да, например, как признаться, чтобы мужчина понял. Может быть, намеком, комплиментом. Знаете, вы здесь говорите о себе. О том, что если бы что я хочу, чтобы меня, мужчина понял, это эгоистичное чувство. И это хорошо, что оно эгоистично. Но оно немножко про-другого. Вы, мне кажется, здесь себя обманываете. Понимаете, любовь тоже эгоистична. Любовь эгоистична, потому что при любви я хочу, там, не знаю, сделать тебя счастливым. Это тоже гаи, на самом деле. Но мне кажется, мне кажется, что есть разница, мне кажется, есть разница между эгоизмом вот, а таким, когда вы говорите, что… Ну, условно, что… Мне нужно, чтобы ты меня понял. Да. Я хочу, чтобы ты меня понял. Хочу, чтобы… Ну, мужчина, хочу, 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 чтобы мужчина вот понял, что у меня… Ну, что у меня есть чувство к нему. И совсем другое, когда вы хотите, чтобы человек был счастлив. И вы нуждаетесь именно в этом, в том, чтобы он был счастлив. Мне кажется, это разные вещи. И хотя у них у всех, у этих вещей один и тот же в какой-то степени контекст, потому что это, ну, это всё довольно эгоистично. Направленность тоже, как мне кажется, разная. Направленность у этого разная. И вам нужно понять, что это за число. Вам нужно понять, с чем связано вот то, что вам, ну, хочется, чтобы там, не знаю, чтобы… Мужчина, да, например, понял, что это, что это для вас. Ну, меняет, решает, что это вам даёт. И что будет, если он не поймёт. Мне кажется, что здесь, вот, сами отношения и реакция человека является определяющей. А наиболее здорово, когда мои чувства определяют то, как я к тебе отношусь. И ты можешь реагировать так, как ты хочешь. А вы концентрируетесь на определённой реакции мужчины и другую реакцию. Судя по всему воспримите болезненно. И дело здесь не в том, что вам не должно быть болезненно. Мы болезненно воспринимаем любой отказ, и это нормально. А момент в том, что вы хотите избежать этой болезненности. Что она для вас тяжела. Вы не знаете, что с ней делать. Вы не знаете, как с ней обращаться, с этой болезненностью. И вы боитесь этой самой боли. Вероятно, именно страх боли мотивирует вас задавать вот эти вопросы. Именно, вероятно, страх боли, незнание с ней делать. А значит, незнание с себя, потому что вы не очень понимаете, от чего вам больно, что именно болит, болит. Не позволяет вам в отношениях, как бы, самое важное сделать именно того, к кому вы относитесь, а на себя. Потому что для того, чтобы относиться к себе, вам не нужен посредник. Вам не нужен кто-то извне. Но так, вероятно, вы и не умеете. Можно научиться. Ну, это всё. Надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Надеюсь на вашу обратную связь, которая может стать первым шагом для психотерапии.